Слава Богу, мы сейчас в таком мире живем, где часто вот у нас сейчас хэнди, и сейчас очень много информации, и часто вот это, через самые разные эти, часто мы становимся чувствительными, можем быстро раздражаться, очень торопимся, да, иногда. Да, раньше, например, люди месяцами, да, с одного города, вот с Дармштадта, наверное, сюда, чтобы попасть, мне кажется, две недели или неделю, да, на коне или там, или пешком, а сейчас быстро, раз, мы за ночь доехали, например, вот. И все равно люди, если где-то на минуту даже, особенно здесь в Германии, опаздывают, уже сразу раздражаются, сразу на эмоциях, вот. И мир такой сейчас в таком, что часто мы вот именно стали чувствительными очень, эмоциональными, знаете. Я вот сейчас хотел чуть-чуть, вот в среду я делился, такую картинку хочу нарисовать, так как мы сейчас вот именно тоже в национальном духе, вот. Вот, насчет гнева, знаете, вот, представьте себе, вот горы, да, наши кыргызские горы, и вот на небосклоне горы, на Аркании, на Аркании повязано теленок, такой, примерно двух-трехмесячный, да. Вот, на Казыке, Казык, знаете, у нас есть по-кыргызски Казык, а по-русски Кол. Вот раньше, знаете, да, вот на Арканах, на этих, завязывали, и этот теленок паслась. И вот теленок пасется, вот, а метров триста там юрта стоит, и вот кыргызский Чабан, там своей семьей живет. И около юрты, там корова, лошади. И вот уже закат солнца, уже на закате дня, хозяйка доит корову, знаете, сидит и доит корову. Уже почти полное ведро, у него вот эти, большой палец, те пальцы, которые доит, уже уставшие. И вот она думает, сейчас еще пару, несколько капель, и все, закончу. Вот, она вот этим занималась. Вот представьте, такую картину, да? И вот черт, черт, шайтан у нас говорят. Такой рогатый, длинными хвостами, таких копыток, черт идет, спускается из гор, так смотрит. И смотрит на этого теленка, что оно повязано на Аркане, там, и прикреплена этим колом, да? И он думает, а что, если я этот кол выниму, да? Что будет? И вот так он присел, и вот этим своим указательным пальцем туда засунул, знаете, вот этот козык, да, кол, и оно, такой кругляшок, да, туда так завязывается, да? И он, короче, вот в эту засунул свой указательный палец, вытаскивает, и потом раз, бросает, оно упало, и ждет, и ждет. Вдруг этот теленок, пассия, пассия, потом раз, 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 и раз, чувствует свободу. Вот раз, и... Знаете, вот когда вот теленки бегают, да, прыгают, они аж вот так, особенно упитанные. И вдруг она почувствовала свободу и побежала. А куда бежит? Естественно, к матери. А мать в это время как раз была занята. Она... ее доили, да? И вот хозяйка думает, вот сейчас вот последние капли. И откуда ни возьмись, как по-немецки, ни по термину. Должна была она закончить, а потом пойти, и вот так, да? И вдруг, откуда неожиданно, вообще неожиданно, прибегает теленок к сосам матери, да? К сосам матери. Естественно, мать тоже не ожидала. Она тоже привыкла по термину, да? И вдруг раз, естественно, она дернулась. И задела ногой ведро полное, которое уже вот-вот-вот. И вдруг все выливается. Корова так дернулась. А теленок к сосам не сосет. И она вдруг, эта хозяйка встает, она тоже не ожидала. В таком состоянии сперва, в таком шоковом. Это так все быстро. И она вот так стоит. И вот ноздри начинают вот так дышать. Дышать, вот так дышит. И глаза начинаются. И она вот начинает гневаться, да? Гнев. Знаете, вот написано, во гневе не согрешайте, да? Часто мы, когда гневаемся, мы начинаем на эмоциях, начинаем наши слова, язык, он впереди бежит, чем наши мысли, правильно? Мы уже разум бушует, он уже не контролируется, а язык быстрый. И мы иногда можем во гневе бля-бля-бля-бля-бля. И так. И человека можем даже убить. Вот. Гнев. Еще, оказывается, во гневе человек может еще себя контролировать. Понимаете? Гнев еще написано, Каину было сказано, да, Господом. Гнев. Грех лежит, да? Он тоже допустил гнев. Помните, да, когда Авеля жертву принял Господь, а Каина нет. И он во гневе. И Бог ему сказал, на пороге грех лежит. Но ты господствуй. Это во гневе человек еще контролирует. Но человек, когда он не контролирует свой гнев, то человек может перейти, вот, это его гнев, в ярость. Знаете? А когда человек часто в ярости, то есть не часто, а когда он переходит уже в ярость, он уже не контролирует. Часто мы иногда такие вещи делаем. И вот она в таком состоянии начинает гнев допускать, а потом ее гнев переходит в ярость. И она в ярость истерично начинает избивать и теленка, и корову. И заходит, говорит, в юрту. А в юрте заходит, а там дети, дети бегали, знаете, дети, детишки игрались. И вдруг она истерично, вы что балуетесь? И на детей, понимаете? И распускает руки. И с этим же ведром начинает пустым. Начинает всех. Понимаете? И детей начинает избивать. А там, на пороге, там, где у нас говорят тюр, там, где почетное место. Вот юрта, знаете, она круглая. И там лежал, читал газету, примерно с таким животом, его муж. Такой, наслаждался жизнью. И вдруг вот такую картину видит, и он говорит, эй, жена, ты что, с ума сошла? Почему ты детей? Не твое дело, нет. А для восточного мужика он, я не понял, как это не мое дело. И встает, и начинается. И вот, как у нас говорят, чанг тополонг будунг чанг. То есть, уже и крик детей, и муж на жену уже повалил на землю, и об землю голову ее. Дети в истерике плачут. А этот черт к этому времени подходит к юрте. И он раз, слышит всю вот эту вот картину, то есть, видит и слышит. И раз, открыл, приоткрыл. Там у нас есть, Кириге называется, он раз, открывает, а там вот такую картину видит. Что муж над ней голову, а пол, хорошо, что еще там, ну, в этих пастбищах земляные, не бетон. Но все равно, и дети плачут, и он так, ты смотри, а колу вынул. А результат вот такой. Понимаете? Вот за шесть тысяч лет, как Библия учит, да, шайтан, дьявол, изучил от и до нас. Все наши палатки, все наши недостатки. Он знает, где, какое место. И он подкидывает нам мысли, мыслишки. Неужели сказал Бог? А когда мы не бодрствуем, говорим, и начинаем с ним контактить, вот с этими вот греховными мыслями, он начинает утверждать, нет, не сказал, Бог сказал, что вы будете знать добро и зло, да? И вот так. Поэтому, и часто он в малом, вот написано, мало закваска, квасе все тесто. Поэтому пусть Бог нам даст действительно бодрствовать, чтобы мы были в малом верны. Еще я хотел бы, еще один пример. Один пастор приехал в Америке, это было случай, пастор приехал в одно служение. То есть, предыдущий пастор был пожилой, он отошел в вечность. И пригласили молодого, очень перспективного, очень духовного брата. И пригласили, он приехал и начал служение, этот, при началом служения он решил город посмотреть. Все вот где, что, как, да? А вот такой маленький городок был, и он приехал, посмотрел, ездил, там центральную часть посмотрел. И зашел в автобус, вот, и когда он заходит, ну, заплатил. А потом раз, взял билеты, взял сдачу, сел. А там, оказывается, этот, водитель, ну, как бы, дал 25 центов больше. И он так сел и начал считать, а там 25 центов больше, он от такой кассы этот водитель дал. Ошибся. И он так думает, ага, ну, это его проблемы. Ну, он ошибся. Ладно, я церковную кассу положу, эти деньги. А потом Дух Святой говорит, нет, ты должен отдать. И он, не, не, ну, хорошо, отдать. А может, может, ну, что там, за 25 центов. И вот у него, представляете, пастор, у него борение. И он в конце думает, ладно, встал, надо отдать. И отдал. Отдал. Все, вы, извините, вы этот, неправильно мне, мне лишнее дали. Ага, и выходит, и выходит. И вдруг этот водитель. Извините, извините, минуточку. Тот, да, да. Он говорит, а это вы новый пастор, к которому вы приехали? Ну, да. А-а-а. Я извиняюсь. Я вот, вообще-то, вот эти 25 центов я специально вам лишнее дал. Хотел вас проверить. Вы меня извините. Вот. Но так как вы вот так верны оказались, мы вам будем доверять, мы будем вам верить. И этот пастор, потом идет, там был столб, он обнял, говорит. И он, Господи, прости. Я чуть сейчас вот за 25 центов чуть не предал тебя. Понимаете? То есть, этим хочу, хотел бы сказать, что действительно дьявол, он ищет вот эту ахиллесовую пяту, да. Помните, был в Греции такой вот древний воин, очень известный. У него, он был бессмертный в легенде, пишут. Но у него была одна вот эта пятка, где если туда лук попадет, он умрет. Понимаете? Вот такая вот легенда была. И действительно, он, этот дьявол, ищет нас, вот эту ахиллесовую пяту. Где, что, как. Поэтому пусть Господь нам даст, чтобы мы были мудрые, чтобы мы действительно имели бодрость от Бога. И пусть Бог хранит нас. Будем малым верны. Хорошо? Господь даст нам большего. Хорошо. Мы сняли. Мы сняли. Мы сняли. Здорово.